Отель ультра all-inclusive. Это круто на самом деле, это еще не все. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Ксюша. Нахожусь я по-прежнему в Турции, в регионе Кемер, в поселке Гёйнюк или Гёйнюк, в отеле Улусой Кемер Холидей Клаб. Друзья, продолжаем дальше знакомиться с этим прекрасным зеленым отелем. Я бегала, шопилась чуть-чуть, прибежала. Сейчас как раз время обеда. Давайте быстро с вами побежим на обед и продолжим наше знакомство с этим отелем. Побежали! Сегодня, конечно, очень-очень жарко, и я хочу очень сильно пить. Можно, пожалуйста, содовую? Сода? Да, сода. Очень вкусные эти штучки. М-м-м! Такой интересный у них вкус. Спасибо. Ой, класс! Холодненькая содовая. Да, Гёйнюк, конечно, это просто прекрасный поселок, прекрасное место не для отдыха, а прекрасный выбор поселка. Потому что Кемер, он такой, это город, он такой более шумный, более живой. В Гёйнике, конечно, все совершенно по-другому, но шопинга, в принципе, здесь очень много. Здесь есть где пошопиться, что купить интересного и, конечно же, прогуляться. И эти горы, горы, которые совершенно рядом. Друзья, значит, мы уже пока говорили, дошли до ресторана. Давайте будем смотреть обзор обеда. Как красиво в этом отеле украшают блюда, еду. Вот прям приятно подойти. Салатики, огурчики, мясо с кукурузкой, огурчиками, пасты разные, салатики, рыбка. Вот это аппетитно она выглядит. Посмотрите, и как красиво. Вот прям глазами ешь все. Фаршированный лук, фаршированный перчик и синий, баклажанчики. Каждое блюдо не только просто, знаете, блюдо поставили и все, там нарезали сырое и поставили. Нет, здесь же каждое блюдо они украшают, чтобы оно имело презентабельный вид, скажем так. Так, смотрим дальше. Ой, грибочки, ням-ням. Здесь одними закусками уже можно накушаться. Так, ну туда мы выйдем потом, на летнюю площадку. Диет. Капуста, мясо куриное, рис и отварной картофель. Подержали дальше смотреть. Перемеши, как я их называю, но правильно они называются манты. Манты, сметанка. Так, это у нас что? Запеченный, фаршированный баклажан. Ну это разве баклажан? Нет, это не баклажан. Здесь мясо с муком и с грибочками. Ну точно не баклажан. Так, бульон. Ой, это что? Нажаренная рыба. Так интересно называется эта рыбка. Но это что-то должно быть вкусное. В общем, вареные овощи. Так, дальше бюрок. Бюрок. Турецкий мясной рулетик. Курица со шпинатом. Дальше маккарошки. Картофельное пюре. Так. Здесь у нас рис. Тушеная фасоль. Что тут? Венгерский буляш. Так. Выйдем потом на улицу. На улице тоже. На улице может быть, знаете, вот иногда даже больше каких-либо мясных блюд, чем вот, скажем так, в главном ресторане. То есть на летней площадке у них там все так обустроено. Такие зоны с плитами стоят. И, ну, зоны раздачи еды. Там они сразу готовят и раздают эту еду. Вот. И может быть больше еды там, чем здесь. Так. Дальше у нас суп из брокколи, гренки и суп из тарханы. Балдежная стенка египетская. Мы окунулись на минутку, на мгновение в мир Египта. И побежали дальше. А, нет, мы снова в мире Египта. И побежали дальше. Значит, сладости. Не пробовала я здесь еще сладости. Я вообще по всем отелям. Только помню, в Армаскоплане я попробовала сладости. Боюсь, что если я их распробую, у меня сорвет и это будет все просто. Так. Сладости, сладости. Бананчики. Значит, арбузик. Дынька. Ну и, как видите. И снова статуи. Так. На баре алкогольное, безалкогольное. Напитки. И, а теперь давайте быстренько бежать на улицу. Смотреть, что там у нас на улице. На раздаче еды вкусного есть. Что-то опять какое-то сегодня слабоват. Что-то я не увидела. Прям для себя чего-то такого, что я вот прям захотела бы продегустировать, скажем так. Так. Значит, мы уже на летней площадке. Покажу вам чуть-чуть обстановку. Боже, какое сегодня пекло. Сегодня, ребят, реально пекло. Так. Картофель 3. Здесь мясо. А бургер, скорее всего, буду делать. Так. Куриное мясо на вертеле. И так же сосиски. Куриное мясо на вертеле. Вот совсем как на шаурму. Так оно мелко-мелко порезано. Так. Здесь у нас что? Жареная курица. Кусманы такие немаленькие. Картофельная кровь. Здесь у нас что? Здесь у нас паста, макароны. Соус песта, соус баллонез. Рыба. Вот. Я нашла. Все-таки я нашла. Мерланк на гриле. И овощи-гриле. Но это еще не все. Дальше. Пиде со шпинатом. Пиде с курицей. Мерва. Господи, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Все люди, пиде, пиде. Так. Я уже заговариваюсь, ребят. О, вот, вот, вот оно. Значит, лучок. Кёфта на гриле. И шашлык из индейки. Шашлык из индейки тоже бывает на ужин. Также его поставили на обед. Здесь какие-то заготовки. И из тех заготовок получаются такие вот вкусные, обжаренное мясо с луком и перцем. Ммм, обалдеть, обалдеть. Я нашла себе несколько блюд, которые меня заинтересовали. Это, конечно же, рыбка, овощи-гриль. В общем, поехали. Итак, друзья, я уже наконец-то себе взяла то, что я хотела. Хочу вам чуть-чуть показать вида. Я себе место тут нашла. Очень уютное. Можно сказать, на 1-й береговой. Ряд, вот, первый ряд посадочных мест в ресторане с видом на море. С моря дует ветерок. Очень хорошо. Вижу, что уже включили дойчики. Дойчики уже работают. Так, дойчик видно? Да, видно дойчик. Вот, сегодня действительно очень-очень жарко. Сегодня пекло свыше 30 градусов. Значит, давайте покажу вам, что я себе интересного взяла. Интересно мне попробовать супчик овощной. Также я взяла себе рыбку. Рыбку с лимончиком, с луком. Ещё рыбку. Ещё рыбку попробовать, что это за рыбка. И шашлык из индей. Друзья, забыла вам ещё показать. Здесь есть ещё на обед очень большой выбор зелени и салатов. Я не показала вам. Всё. Всё. Мне приятного аппетита. Всё. 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 друзья после вкусного обеда мы с вами сейчас зайдем на бар что-нибудь выпьем вкусненького и пойдем я вам покажу бассейны и джакузи которые есть данном отеле ой на бассейне во всю анимация идет ничего себе заявочки после обеда какая музыка громкая джинга и у нас классный денечек оставайтесь с нами подписывайтесь лайки ребят я заказала себе опироль шампанским и содой лед есть отлично спасибо большое пускай вот посуда в стекле стекло здесь везде здесь везде стекло и в ресторане главном и на всех и на бич-баре и на пункт баре стекло бокалы разные и для мартини и для всего есть очень вкусные коктейли здесь реально очень вкусные коктейли ребят отель ультра all-inclusive здесь очень обширная коктейльная карта спрашиваете что есть я себе нашла также любимый напиток а помимо его любимого мохито и пинаколады вот опироли с шампанским и содовой со льдом огонь ребят также на пол в воздуху бара есть мороженое разных курсов работает 14 30 до 17 спасибо сейчас будем пробовать по вкусной мороженое а жирная конечно но от того и вкусное что жирная но однозначно не замороженный сок так друзья после вкусного обеда сейчас мы с вами будем плавать я тут прошла прохладненькая водичка тут одно такое место в общем я нашла интересное смотрите джакузи ребят как сюда залезть в это джакузи о вот так вот ой классно конечно сегодня очень жарко очень жарко на улице и в бассейнах и море только и спасаешься больше нигде ну или где-то в прохладе мне кстати я пришла на бассейн вот и так получилось что он после обеда уже солнце полностью поворачивается на пляж и вот все шезлонги которые стоят возле бассейнов они все под солнцем а я от солнышка уже прячусь а вот и бегает мальчик работник а я попросила его доставить мне шезлонга и зонтик вот он бедный конечно так бегал суетился в общем я к чему все это ребят здесь действительно очень хороший сервис здесь очень хорошее обслуживание ребята прислушиваются каждому слову они стараются помочь они стараются угодить он тащил этот зонтик откуда-то с начала этого бассейна тащил тот шезлонг бедные весь мокрый чтобы я в тенечке лежала спасибо большое конечно очень очень приятно у меня место вот видно сразу сразу возле бара сразу вот в тенечке тут где мужчина стоит что-то фотографирует очередей здесь вообще нигде нету очередей здесь нету ни на баре ребята работают на баре там по три по три человека они быстро обслуживают если там парни не справляются весь персонал молодой молодые красивые ребята девчонки вот в общем если не справляются девочки помогают вы знаете и персонал насколько насколько персонал пытается угодить в каждой мелочи не успеешь присесть они уже но возможно а когда будет конечно стопроцентная загрузка отеля я не знаю но персонала много я не знаю как будет я не буду фантазировать обратно же но мне кажется здесь постоянно я вижу утром собирают персонал и им там чего-то рассказывают вообще здесь акцент очень сильно ставится на сервис очень много во первых иностранцев очень много европы а вот и ребята конечно же все такие знаете они культурные они услуживая они всегда с улыбкой они пытаются все делать быстро они пытаются вашу каждую просьбу которую вы там к ним у них просите выполнить причем очень быстро в общем ребят сервис на высшем уровне это то что я вижу сейчас то что вижу то и пою при стопроцентной заполняемости я думаю что сервис здесь будет такой же потому что персонала много действительно много персонала одна молодежь одни молодые ребята я не знаю вот сильно а вот 18 лет не знаю ну все молоденькие наверное по 25 это самое больше а вот конечно хочу еще в тот бассейн пойти ребят но не получается так громко играет музыка я конечно перекричать не знаю получается ли у меня но те бассейны они очень конечно тоже крутые там есть кстати для людей заход с ограниченными возможностями до у этого отеля это есть я тоже видела значит здесь совсем уже старенький для них тоже есть заход в бассейн что старый человек человек в возрасте может спокойно покупаться не только в море но также и в бассейне не каждый отель не каждая пятерка далеко не каждая пятерка может таким похвастаться в данном отеле это есть это это круто на самом деле ну и я я не знаю конечно я очень буду скучать за данным отелем я не знаю как мне ребята как мне теперь переезжать другие отели после этого отеля вообще не знаю хотя у меня в этой поездке конечно была одна тройка 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 не тройка но тройка тем не менее мне очень понравилось внешне но сейчас не об этом все остальные пятерки но конечно же эта пятерка среди тех пятерок в которых я уже была то и так у меня есть чем сравнить классно классно классный отель мне очень понравился знаете меня вот такой вот деживю меня вот такие же точно эмоции как когда-то у нас были с александром когда мы приехали в трепетел точно такие же эмоции у меня вызывает данный отель вот кстати два раза подпрыгнули и вы возле и вы уже на фунт-баре не успели отойти вы уже на бич-баре в общем ребят не успели обратно же от отойти от бассейна сразу первое береговое море ну это не отдых о сказках действительно ребят очень классный отель компактный компактный но при том при всей вот этой компактности здесь все-таки есть где погулять здесь очень много чалаут зон действительно в общем очень-очень-очень нравится данный отель супер что отель мы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА